Яна научит пользоваться новым утюгом. Так, вырубил утюг. Так, открывай, да? Ну ты поставь его. Так он горячий. Вот так поставь, да? И сколько залить? Ну всё, это даже мало. Ты понимаешь? Он вообще должен быть, там метка должна быть. В дырку. Да. У меня просто дома обычные чугунные. Ну не чугунные, в смысле металлические. А этот мне папа купил точно всё. Вот тебе надо вот дать сюда максимально. Тут максимум написано. Вот ты налила, вот тебе максимум, вот. Ты понимаешь? Мизерность твоей воды. Ты ещё вот столько можешь. Ну давай для первого раза захватит. Так, и чё? Вообще, я всегда полный заливаю. Так, попробуй сейчас пшикнуть. Сейчас оно, да. Когда такого этого не было. Я тебе сильно говорю, у нас дома обычный, прям самый обычный утюг. Если что надо, там это, Марвю расстелил на одежду. В рот взял, брызнул, а дальше пойдёт. Теперь подними-ка, там даже, может, пар будет. Начинается не очень, конечно. Сначала с утюгом. Сейчас я пропустила электричку. Мне не хватило буквально одной минуты. Потому что, когда она подъезжала, передо мной ещё было в кассе два человека. И я такая уже, думаю, электричка подъезжает в платформе. Чё, я буду покупать билет, если я не успею? Просто я себе купила электричку. Она какая-то повышенной комфортности, как ласточка. То я могла бы только уехать на этой ласточке. Сейчас машинку проедут. Я злая немного, потому что что-то чувствую, что меня никуда не возьмут. И мне будет обидно. Я даже буду плакать, потому что я реально... Мне всё равно, сколько там будут платить. Главное, что какая-то лишняя копеечка у меня будет в кармане. Вот и всё. Сейчас буду стоять, спреждать автобус. У меня есть два с половиной часа, чтобы добраться до места собеседования. Не знаю, как она пройдёт. Ладно. Я не буду шли, просто и получился. Она подвесилась. Очень. Меня аж прям трясёт. Я иду на работу. У меня сегодня до восьми, потому что воскресенье. Ой, до шести, до восемнадцати ноли. Так что после работы я зайду в парк и расскажу, что там, как у меня... Что прошло. Тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. Всё, я на работе. Всё, я вышла с работы. Сейчас иду выношу вот мусор. Редко, конечно, я попадаю на эту выноску мусору, но попадаю всё равно. Так что сейчас выкину и пойду на Варшавский. Хочу сходить в Макдональдс покушать. Не знаю, почему. Наверное, у меня сейчас такой период, что хочется наесться всякого такого плохого. Но я много кушать не буду. Там возьму какой-нибудь гамбургер, наггетсы и всё. То есть и Кока-Кола, газировку брать не буду сто процентов. Вот такие вот дела. И потом поеду домой. В Маке, если будет возможность, я поснимаю и расскажу, как у меня прошло собеседование. Смотрите, как красиво. Аж гремит. Это громовое облако, я поняла. Что-то тут сверкало немного. Но что-то не хочет сейчас. Так, оно должно сверкнуть ещё раз. Давай. Будем ждать. Кстати, вот там светло. А тут... Ну, сверкни, ну, пожалуйста. Кстати, камера передаёт светлее, чем есть на самом деле. Светло и грозовая туча. Ну, сверкаем, потому что я не снимаю. Во, 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 вот теперь видно. Красотенька. Прикол. Здорово, старый, старый, старый. Я уже хочу быстрее, чтобы в ноябре, то что на электричку все... Сел, и я даже не заметила, как я доехала. Сейчас надо будет спрыгнуть. Сейчас люди пройдут. Ну, будет гиперсмешно, но вот я отсюда хочу вместе с вами дробимся. Так, давайте вот так. А хотя тут прыгать даже нечего. Давно я тут не связала. Всё, погнали. Домой. Как прошёл твой сидячий день? Хорошо. Много дел, много дел, много дел. Человечек, который может сидеть дома и нихрена не делать. Просто отдых сутками у человека. Сутками? Ну, блин. Колледж, общага, колледж, общага. Это всё равно прикольно. Как мой первый курс, собственно. Я на первом курсе то же самое. Только я не знаю, куда я время теряла. Своё. У меня вообще пролетали все дни. Я тебе рассказывала. Что, будем кушать или нет? Да. Я не знаю, зачем это было. А, у тебя так и стоит? Ну, мне не стало. Катюхи нету. А вот и я. Як собака. Устал? Бегал много? Да? Да. Время девять. Я тут простернул вещички свои. Макнешка кушает кускус свой. У меня макароны. Не буду показывать в чём. Ладно. В кастрюльке. Потому что удобнее так сидеть. Буду как свиня кушать. А с фасолью в томатном соусе. Как обычно, в общем. Вкусноте его называется. Сегодня обжираловка у меня. Полнейшая. Полная обжираловка. Что мы будем сейчас смотреть? Джексона посмотрим. Клип. Это рэп-исполнитель из Год Севен. Красавчик. Ничего больше не скажешь. Вот. Мне нравится, в общем. Ладно. Не суть. Мустина есть мустина. Вот. И досматривать будем холостяка, да? Да, серия. У нас, вот какой кадр был, последняя серия. Да. Вот так всё. Приятного аппетита. Приятного. Ну, у меня не приятного, а вот очень вкусного, приятного аппетита. Пока Диана пошла мыть посуду, я расскажу, как прошло моё собеседование. Я сначала пришла в ресторан, в сам Макдональдс, потом нашла там менеджера и узнала, куда мне всё-таки идти, потому что там было написано какой-то переулок, в арку, то есть в парадную надо было зайти, а я не знаю, я там никогда, ну, была на этой станции метро, но никогда туда не заходила. В общем, я захожу, там надо было позвонить в звонок, я звоню, меня очень сильно колотят, я потом ищу глазами, где в парадный вот этот вход, потом вижу табличку, захожу. Меня встречает девушка очень приятная, сразу видно, ну, мне показалось сначала злая, я такая сразу съёжилась, как я могу, захожу, всё, она говорит, вот, держи ручку, сейчас я к тебе подойду, с девушкой договорю, там ещё была одна девчонка, особо внимания не обращала, она я так выдохнула, типа, будь что будет, сняла куртку, у меня девушка это попросила снять куртку и пройти в кабинет, грубо говоря. Я начала заполнять анкету, там нужно было внести свои данные, место проживания, регистрации и тому прочее, и начала отвечать на вопросы, которые заданы на конце анкеты. Далее пришла девушка, женщина, начала рассказывать про саму сферу, что, как, какие у меня временные, временной режим, как я могу работать, что это всё серьёзно, смогу ли я, что меня ожидает в этой компании. Мне это всё понравилось, потом разговор пошла, она сказала, называла меня торопышкой, потому что я начала спрашивать всякие вопросы наводящие, потому что для меня это работа впервые. Впервые, оказывается, я зря купила трудовую книжку, я её покупала вчера, и она сказала, что если её не было вообще, у меня её не было вообще, я ни разу не работала по трудовой книжке. Она сказала, её не надо было покупать, типа, они оформляют её сами. И выдала мне бланк, то есть мне нужно будет съездить как-то, найти время, чем раньше, тем лучше, пройти медкомиссию, медосмотр, получить медицинскую книжку. Это всё платно, за свои деньги я буду это делать, у меня благо есть, то, что я отложила, я это всё-таки вложусь в книжку медицинскую. И потом с первой зарплаты она сказала, что эти деньги возвращаются, так что мне не в убыток будет, потому что ещё. А, банковские реквизиты мне нужно ещё сделать, фотографии, 3х4, 3 штуки. И, в общем-то, всё. Мы посмеялись, порадовались, поговорили немножко по душам, уже в конце было очень легко. Я надела куртку, я сказала, до свидания, до встречи, и мы ещё раз встретимся, когда уже будет подписываться договор со всеми документами, когда я их всех соберу. Вот, так что вот так вот, моё прошло первое в жизни собеседование на работу по трудовой книжке в Макдональдс. Не знаю, пока возьмут меня или нет, может, там какие-то будут нюансы и скажут, что подождать, или же моя кандидатура им не подойдёт, поэтому ничего не буду заказывать, загадывать. Так что, пока вот так. Я собралась и пошла, уже поехала на работу, я там уже засняла кусочек моих первых впечатлений, так что вы уже, наверное, посмотрели его. Сейчас я буду ложиться спать, уже 22.22, мы посмотрели холостяка до конца, наконец-таки, так что я вам желаю доброй ночи и до завтра. Пока-пока!